Смотрите, какая шикарная выпечка у нас получилась. Она не только красивая, но и очень нежная. Посмотрите, какая слоистая она получилась. Вот такая вот очень мягкая, легкая и нежная она получилась. Уверена, вам понравится наш рецепт. И вы будете ее готовить. Посмотрите, как она выпекается со всех сторон. Получилась не только красиво, но и очень вкусно. Посмотрите, какая красота. Я уверена, вам понравится наш сегодняшний рецепт. Вы будете готовить для своей семьи. Ну, а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подписывайтесь на мой канал. А я буду готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры. Поехали. Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. Сегодня у нас потрясающий рецепт. Ежедневная выпечка, которую мы готовим из дрожжевого теста, без весов, готовится быстро, просто. Рецепт очень легкий. И для начала я в мою миску выливаю один стакан теплого молока. Стакан у меня 250 мл. Молоко теплое. Приблизительно температуры нашего тела. А теперь сюда же я добавляю одну чайную ложку с горкой дрожжей. Это 6 граммов дрожжей. И одна столовая ложка сахара. Это 20 граммов сахара. Вот это вот так все немного перемешаю до растворения сахара. После чего я сюда добавляю у нас 2 яйца, из которых 1 желток. Я убираю, чтобы смазать нашу выпечку. Ну а 2 белка и 1 желток я добавляю в мою миску. Ну а также я добавляю растительное масло. Здесь 6 половых ложек растительного масла. Это приблизительно 50 мл. Ну а также я добавляю пол чайной ложки соли. Все хорошо перемешаю. И сюда я добавлю 3 стакана муки. Стакан у меня 250 мл. В каждом стакане умещается 160 граммов муки. То есть нам надо будет сюда добавить 480 граммов муки. Я муку просеиваю сразу в мою миску. Я добавила 2 стакана. Все хорошенько перемешаю их, для того, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Ну а в конце добавлю еще 1 стакан. И буду вымешивать тесто руками. Ну а теперь я сюда добавляю еще 1 стакан муки. Ну а теперь убираю лопатку. И вымешиваю мягкое дрожжевое тесто. Я переношу тесто на стол. И начинаю вымешивать до получения гладкого теста. До тех пор, пока наше тесто отстает от поверхности стола. Ну или от стенок миски, если вы вымешиваете тесто в миске. Ну а теперь посмотрите, какое гладкое, очень приятное на ощупь тесто у нас получилось. Тесто получилось обалденное, с ним очень приятно работать. Беру ту же миску, в которой мы вымешивали тесто, покрываю салфеткой, оставляю в теплое место на 30-40 минут. Не обязательно, чтобы тесто сильно поднималось, но оно должно отдохнуть и увеличиться в объеме. За это время я приготовлю начинку и покажу, как я это делаю. Когда поднимается тесто, мы приготовим начинку. Начинка у нас очень простая. У меня в миске сейчас творог. А также нам понадобится небольшой кусок сыра, который я натираю на крупной терке. У меня домашний сыр, он соленый, поэтому я разбавляюсь творогом. Если у вас сыр не соленый, вы можете взять просто тертый сыр без творога. Ну вот, посмотрите, сколько сыра у нас получилось. Я взирала сыр и творог в соотношении один к одному. И весь тертый сыр я переношу в миску, добавляю к творогу. Ну и последнее, что нам осталось, я взяла небольшой пучок зеленого лука и мелко нарезаю. Я закончила нарезать зеленый лук, добавляю в нашу начинку. Ну а теперь я все это перемешаю и наша начинка готова. За 30 минут вот так поднимается тесто. Оно не слишком увеличилось в объеме, но при этом очень хорошо поднялось и отдохнуло. Ну а я подпыляю стол и переношу тесто на стол. А я все края вот так вот соединяю к центру, сделаю легкую обминку и буду делить тесто на части. Разделю тесто на 8 равных частей. Сначала разделю пополам, затем на 4 части. После чего каждую четверть я снова делю вот так вот на 2 равные части. И каждый сектор закатываю в шарик. Все края собираю к центру. Ну вот, посмотрите, какие шарики, какое потрясающее тесто у нас получилось. Вот тут на поверхности колобка вот такие красивые пузырьки. Я закончила закатывать шарики, а теперь будем раскатывать, чем тоньше, тем лучше. Вот так тонко я раскатала весь пузырьки, а теперь складываю, отложу на то время, пока раскатаю все шарики на воде. И снова беру колобок, сначала надавливаю, обязательно подпыляю мукой и начинаю тонко раскатывать. Если у вас есть навыки очень тонко раскатывать каждый колобок теста, вы можете это раскатать. Если нет, вы можете одновременно раскатывать по 3-4 пласта. При этом между ними щедро посыпать мукой или крахмалом. И одновременно раскатывать сразу по несколько слоев. Но при этом время от времени вам надо будет проверять наличие муки или крахмала между слоями, чтобы они ни в коем случае не слиплись. Ну а мы вот так вот очень быстро раскатаем все шарики теста. Ну вот последний шарик я буду раскатывать. Раскатаю очень тонко, после чего перейду формовать нашу выпечку. Ну вот, посмотрите, как тонко мы раскатали наши пласты теста и начинаем формовать выпечку. После того, как мы тонко раскатали пласт, я взяла размягченное сливочное масло и вот так вот очень тонко размазываю по всему пласту. Если у вас сыр жирный и если вы считаете, что с маслом выпечка получается очень жирная, вы эту позицию можете опустить. Со сливочным маслом, во-первых, получается очень вкусно, он придает приятный сливочный вкус. Ну а во-вторых, слои нашей выпечки будут более выражены. Чем мягче наше масло, тем тоньше получается вот этот вот масляный слой. Ну а теперь я беру нашу начинку и вот так вот равномерно распределяю по всему пласту. А теперь начинаю складывать сначала с одной стороны, затем с другой. Здесь также можно смазать маслом. И снова складываем сначала слева, затем справа. Ну и вот такая заготовка у нас должна получиться, которую я отложу и беру второй пласт теста. Ну вот, посмотрите, какой маленький кусочек масла я беру для того, чтобы смазать весь пласт. И этого бывает достаточно, но даже с излишком. Снова равномерно распределяем всю начинку. Ну а теперь берем нашу первую заготовку, ставим в самый центр. И вот так вот складываем сначала снизу, затем сверху. Можно смазать маслом. После чего складываем сначала с одной стороны, затем с другой и снова откладываем. И снова откладываю, и я беру последний пласт теста. Это будет четвертый. Вот такую вот слоистую заготовку мы приготовили. Я откладываю. И мы должны приготовить еще одну вот такую вот слоистую заготовку. Вот такая вот слоистую заготовку. Ну вот, последний пласт теста. Выкладываю оставшуюся начинку. Вот так вот равномерно распределяем. И вот заготовка складкиная. Вот так вот вниз я выкладываю в центр. И снова складываю, как в предыдущих случаях. Вот такие две красивые заготовки у нас получились. Первая уже отдохнула. И немного надавливаем. Можно раскатать скалкой. А можно вот так вот прямо руками немного раскатать. А теперь наш желток, что мы оставили от нашего рецепта. Я разбавила с молоком. Можно разбавить с водой. И вот так вот смажу верх нашей выпечки. Можно это делать сейчас, для того, чтобы было быстро и удобно. А можно смазать выпечку после того, как мы разделим их на порции. Сверху обязательно вся выпечка, что у меня бывает с сыром или творогом. Я вот так вот должна буду посыпать кунжутными семечками. Как для вкуса, так и для запаха. Думаю, если вам не нравится кунжут или у вас под рукой не оказалось, вы можете этого не делать. Ну а теперь, когда я уже смазала яичным желтком, посыпала кунжутом, я делю нашу заготовку на порции. Сначала по диагонали. Затем вот таким вот образом и получаем 4 слоеные вот такие красивые заготовки. Ну вот, посмотрите, какие красивые заготовки у нас должны получиться. Я перекладываю их на противень, предварительно смазанное растительным маслом. Ну и вот вторую заготовку мы аналогично вот так вот или надавливаем рукой, или можно немного раскатать скалкой. Ну а теперь я смазываю взбитым желтком. Вы можете всю заготовку сначала нарезать на порции, переложить на противень, после чего смазать желтком и посыпать кунжутными семечками. В таком случае яичный желток иногда стекается, и так можно испачкать весь противень. А так у нас получается все чисто и аккуратно. Немного семечек. И разделю нашу заготовку на 4 части. Вот такие равные треугольники. Ну вот, посмотрите, какая красота у нас получилась. Я ставлю в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке до готовности. Обязательно покажу, что у нас получилось. Посмотрите, какая шикарная выпечка у нас получилась. Посмотрите, как она раскрывается. Ну и вот так вот она выпекается со всех сторон. Получается очень мягкая, нежная и ароматная. Запах сыра и печеного лука. Это очень вкусно. Уверена, вам понравится. Вы будете готовить для своей семьи. Ну а вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик. И делитесь рецептами в соцсетях. Всегда ваше, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok